Это новости на телеканале Губерния 33. В студии Алексей Дудин. Здравствуйте. Подводим итоги этого дня. В нашем регионе сегодня с рабочим визитом находится вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. В сфере его внимания развитие туризма, культуры, спорта, цифровизация, высшее образование, наука, культура и спорт. Также Дмитрий Чернышенко вместе с губернатором Александром Авдеевым принял участие в заседании по развитию туризма во Владимирской области. Мы видим, что Владимирская область известный туристический магнит для наших граждан. Мы видим, что ежегодный рост турпотока, и отмечаем, что он превысил уже доковидные показатели 2019 года. По предварительным подсчетам Росстата за 2023 год это порядка 2 миллионов человек. Но я думаю, что на самом деле активных посещений гораздо больше, если мы посмотрим. Это удалось достичь в том числе с помощью активного участия региона в национальном проекте «Туризм индустрии гостеприимства», который был запущен по поручению президента. За последние два года регион привлек на развитие отрасли 850 миллионов рублей из федерального бюджета. Средства направлены на создание модульных отелей, разработку новых маршрутов, проектирование туристических кодов Мурома и Суздаля и на решение других важных задач. Действительно, тема туризма, она становится очень важной, и не только потому, что становится популярным наш внутренний туризм, но и потому, что это по-настоящему развивается как такая серьезная экономическая отрасль. Но она требует и серьезного внимания, развития инфраструктуры, внимания со стороны государства, изменения регуляторики. И мы как раз рады тому, что такое совещание проходит здесь, поскольку мы также планируем быть инноваторами в части изменения отдельных норм, которые позволили бы быстрее развивать туризм. Широкий круг вопросов был затронут и в беседе Тет-а-Тет. Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко отдельно остановился на образовательной и IT-сферах. Из плюсов отметил, что большое количество компаний у нас в области работает по упрощенной системе налогообложения. Выпускники университетов востребованы на рынке труда. Что важно увидеть, что показатель трудоустройства ваших выпускников выше, чем в среднем по России. Это не может не радовать, потому что это говорит о том, что образовательные программы в регионе отвечают задачам экономики. Со своей стороны губернатор Александр Авдеев отметил, что область сделала прорыв в подготовке врачей, открыла филиал Приволжского мед. университета. Он пользуется популярностью. В следующем учебном году в него поступит два раза больше абитуриентов, чем годом ранее. Во Владимире сегодня проходит форум «Духовное наследие России». В его работе также принимает участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Вместе с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым он посетил Успенский кафедральный собор. Там установили икону святого благоверного князя Андрея Боголюбского и провели молебен. Почетные гости ставили свечи и молились о здравии и победе наших воинов. Церкви православной поборниче, храма нашего и града и страны нашей защитниче. Для гостей провели экскурсию. Они могли приложиться к мощам святых владимирских князей. Историю Успенского собора напомнил директор паломнического центра епархии Александр Лисин. Собор на берегу Клязьмы заложил князь Андрей Боголюбский. На месте этой ветхой дубовой церкви он начинает устроение вот этого шедевра белокаменного древнего зодчества Успенского собора. Еще одно событие в рамках форума духовной наследия России состоялось сегодня в Патриарших садах. Перед станцией юнатов на Спасском холме развернулись площадки, на которых можно было закружиться в хороводе и пройти испытания на силу и выносливость. А в конференц-зале Патриарших садов состоялся важный диалог о мужестве участников СВО и волонтеров, которые все свое свободное время посвящают помощи бойцам. Ирина Начарова расскажет подробности. Перед Патриаршем садом на Спасском холме современный вариант молодецких игр. Подростки проходят испытания на силу и ловкость. Рядом детвору вовлекают в русский народный хоровод. Не просто потеха древний обряд – часть национального кода России. Русский дух в первую очередь в единении. То, что мы, когда мы объединяемся, мы являемся единой нацией, единой страной. А в Патриарших садах серебряные волонтеры и начинающие добровольцы готовят к отправке помощь бойцам. Важная часть посылок – письма детей. На фронте они бесценны. Всего-то несколько строчек, и все равно приятно. И сохранили эту письму. А, как же, да. С виду обычные баночки с надписью «Домашние каши» от Наташи. На фронте это уже узнаваемый бренд. Блюда готовят супруги Наталья и Дмитрия Репета из Головино. Председателю фонда «Защитники Отечества» Анне Цивилевой показывают и новинку – кашу гороховую с копченостями. Вечером после работы приходят домой, закладывают в автоклав баночки с кашами, с мясом, и делают это до глубокой ночи. Маскировку делают волонтеры «Масксети-33». Если надо с антиприном, такие не горят, говорит руководитель группы Наталья Соловьева. Кто-то режет, кто-то привязывает, кто-то у нас как КБ. То есть мы разрабатываем так, кто-то разрабатываем, изучаем тоже с российскими местами. Мы просто учимся. Из 33-го региона на передовую правительством Владимирской области только в прошлом году было отправлено более 30 гуманитарных конвоев. 200 тысяч жителей региона охвачены волонтерским движением. Это настоящая армия добра, говорит Дмитрий Лызлов. Развитие добровольства – это, наверное, и показатель сплощения общества, показатель активности и готовности к помощи. И развитие добровольства – это основной приоритет в работе правительства в области, в работе всех наших структур. Волонтеры и участники СВО воюют каждый на своем фронте, и поэтому лозунг «Своих не бросаем» стал по-настоящему народным. Здесь, сидящим в форме и волонтерам, низкий поклон, огромная благодарность. Все общество должно осознавать, что мы в них долгу президента, скажем, постоянно призываем. Бойцам, вернувшимся домой, помогают найти работу, решить все возникающие проблемы. Особенно важна моральная поддержка. Анна Цивилева рассказала, как один из ветеранов Афганистана дал четкий ответ участникам СВО, которые на гражданке пали духом. Мы сидим в холодных окопах, мы переживаем страх, боль, страдания. А здесь все вроде бы, как будто бы ничего не поменялось. Но ведь, по сути, ради этого мы и воюем. Ради того, чтобы мирные жители могли жить спокойной, обычной жизнью. Среди ветеранов СВО есть и инвалиды. Инок Киприан говорит, с такими людьми нельзя работать по шаблону. Важно показать, что выход есть всегда. До принятия монашества Инок был военным летчиком. Вместо ног у него протезы. Последствия тяжелого ранения в Афганистане. Тогда мужчину вдохновил пример Моресьева, героя Великой Отечественной. Система помощи участникам СВО и ветеранам постоянно дорабатывается. Все понимают важность их миссий для всей России. В это верят все волонтеры, участники СВО, чиновники и просто обычные люди. Не сговариваясь, сегодня они все встали, когда Иван и Ольга Лескины исполнили свою песню «Родины сыны», которую не раз бойцы слышали на передовой. Ирина Начарова и Дмитрий Шаталов. На Соборной площади во Владимире прошел фестиваль русской истории и культуры столицы Андрея Боголюбского. В церемонии открытия приняли участие губернатор Владимирской области Александр Авдеев, аудитор счетной палаты России Светлана Орлова и заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. Конные шибки, бои на мечах, стрельба из лука и старинные песнопения благодаря стараниям реконструкторов гости фестиваля погрузились в атмосферу средневековой Руси и узнали о великих свершениях князя Андрея Боголюбского. Мы с вами находимся действительно на площади, на Соборной площади, где построен Успенский собор по проекту Андрея Боголюбского. Он был строитель и созидатель. И задача была не воевать. И вот, как говорил президент, история, она не учительница, она надзирательница, она наказывает тех, кто плохо учит эти самые уроки истории. И вот сейчас, в преддверии выборов президента, мы должны сделать свой исторический выбор. Зрители посмотрели показательные выступления дружины князя, познакомились с ратным искусством русских воинов 12 века. Кроме того, посетители фестиваля смогли попробовать себя в качестве кузнецов и плотников. А для самых маленьких гостей были подготовлены увлекательные старинные игры. У нас очень тепло встречают, как бы, вот, в Владимире мы много где, в общем-то, проводили реконструкции, но Владимир очень тепло встретил реконструкторов. Россия часто переживала трудные времена, и, конечно, нужно, чтобы люди помнили свою историю и наши ратные подвиги наших предков. Надеемся, что наша реконструкция поможет людям немножко, как бы, вздохнуть свободнее, и для того, чтобы они, ну, как бы, им было чем гордиться. Продолжаем выпуск. В городе Курлова Гусь-Хрустального района почтили память героя спецоперации. Александр Анисимов учился в местной средней школе номер один. На ее фасаде установили мемориальную доску. Подробности расскажем далее. Почетное право снять полотно с мемориальной доски предоставили юнормейцам Курловской средней общеобразовательной школы номер один. Именно здесь учился Александр Анисимов. Так как мы чтим память героев Великой Отечественной войны, точно так же мы никогда не забудем погибших в ходе специальной военной операции. Ребята, я призываю вас к тому, чтобы вы чтили, передавали из поколения в поколение память о том, что в нашей школе учился герой. Александр Анисимов проходил срочную службу в Хабаровском крае. Получил специальность радиотелеграфист-разведчик. После переехал в Белгород. А в октябре 22-го принял судьбоносное решение – отправиться добровольцам на фронт. Александр Михайлович продолжил дело наших отцов, дедов, прадедов, которые защищали во все времена нашу страну. В тысячелетней истории наша родина 300 лет провела в войнах, но ни одну войну наша страна не начинала. Начинают политики, заканчивают военные. Мужчина погиб 9 февраля 23-го. Указом президента за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Александра Анисимова наградили орденом мужества посмертно. Всегда были воины, такие, как Александр Михайлович Анисимов, командир отделения, взвода управления, миномётные и артиллерийские батареи. Артиллерист, который выполнял боевые задачи специальной военной операции. Участники траурного митинга склонили головы и в память об Алексее Балясове. Он также погиб при выполнении боевой задачи. Указом президента посмертно награждён медалью «За отвагу». Александр Инин и Дмитрий Базаров. К другим новостям. Во Владимире подвели итоги работы судебной системы в 2023 году. Регион, как и в прошлые годы, сохраняет лидирующие позиции по рассмотрению уголовных дел, а также входит в первую тройку по работе с гражданскими и административными делами. Вместе с подведением итогов ушедшего года были названы победители смотров конкурсов. Звание «Суд года» удостоен Фрунзенский районный суд города Владимира. Специальная комиссия оценивала качество работы всех судей и сроки рассмотрения дел. Учитывались и другие показатели. Для Фрунзенского районного суда это уже третья награда, несмотря на высокую нагрузку, которая приходится на каждого судью. Работа районных городских судов, расположенных в областном центре, она никогда не бывает низкой. Несмотря на то, что какие-то тенденции по снижению количества рассмотренных гражданских уголовных дел присутствуют, это практически никак не связано с работой городских судов, которые работают в полной мощности, в полной нагрузку ежегодно. В московском экспоцентре открылась международная выставка стекольной промышленности. Она считается крупнейшей не только в России, но и в Восточной Европе. Среди участников «Мира стекла-2024» представители Владимирской области. От нашего региона свою продукцию представляют 17 профильных компаний. Илья Морозов продолжит тему. Возрождение лучших традиций стекольного производства и продвижение на российский рынок новых технологий. Такие задачи преследуют организаторы выставки на Красной Пресне. И можно без преувеличения сказать, что Владимирский стенд им полностью соответствует. Коллективная экспозиция компании 33-го региона презентует уникальный проект образования стекольного кластера во Владимирской области и появление организации «Стеглоград». Мы сегодня и презентуем наше новое решение, объединяющее стекольные предприятия региона, которые славятся издревле своими технологиями, своими производствами. Всё это в комплексе как раз и организует стекольную промышленность региона, и которая должна быть обязательно представлена на международных выставочных мероприятиях. Это одно из них. Эксперты отмечают, что у стекольной отрасли Владимирской области есть большой потенциал для технологического развития, освоения рынков и решения насущных проблем импортозамещения. Разработки наших специалистов не уступают западным аналогам. На Владимирском стенде постарались презентовать всю линейку продукции местных отраслевых производителей. От небольшой утилитарной стеклотары до художественных изделий гусевских мастеров стеклодувов. Кроме того, представлено вспомогательное оборудование для производства стекла и стеклоформовочные машины. Законательное собрание приняло ряд мер, целые пакеты, мер поддержки промышленности, в том числе стекольной промышленности. Ряд мер по снижению налогов для тех предприятий, которые в первую очередь инвестируют и инвестируют на территории Владимирской области. Есть эффекты, результаты, новые резиденты, есть инвестиции предприятий. Владимирская область очень на хорошем счету среди регионов федерального округа по темпам инвестиций в основной капитал и по темпам развития промышленности. Необходимость объединить предприятия региона, которые работают с стеклом, назрела уже давно. Концепция кластерного подхода позволит скоординировать деятельность стекольных предприятий как в рамках производственных цепочек, так и при выстраивании партнерских отношений. Три ключевых задачи, и они поставлены в руководитель экономического блока Александра Черемига. Это, прежде всего, безопасность отрасли. Как известно, Уссур-Сталин является центром стекольной промышленности. Это кадровое обеспечение. И, конечно же, это привлекательность для инвесторов, для развития новых технологий и формирования компетенций именно по направлению стекольной промышленности. Выставка продолжит работу до 1 марта. Представители 33-го региона планируют принять участие в профильных конференциях, пленарных дискуссиях и тематических сессиях. И самое главное, из Москвы наши стеклопроизводители планируют вернуться с новыми деловыми партнерами, готовыми инвестировать в развитие владимирских предприятий. Илья Морозов и Артем Михайлюта. С железнодорожного вокзала во Владимире состоялась отправка участников Всемирного фестиваля молодежи. Он пройдет на образовательной площадке «Сириус» в Сочи с 1 по 7 марта. В делегации 81 человек – это лидеры в сфере образования, науки, культуры, благотворительности, спорта, бизнеса и медиа из разных муниципалитетов Владимирской области. Я была безумно рада, когда мне пришло письмо о том, что меня взяли, взяли участникам. Я была на северном небе от счастья. От Всемирного фестиваля молодежи я жду как новых знакомств, так обмен опытом, знакомства с людьми из разных стран. В общем, я жду огромное море впечатлений и радости. В команде 33 региона есть молодые специалисты, которые успешно реализуются в своей профессии. Также в составе делегации опытные волонтеры и ребята, которые только начинают путь в добровольческой деятельности. Всех ждет знакомство с коллегами, представителями молодежных объединений из разных стран мира. В Сочи для открытого разговора и обмена мнениями соберутся более 20 тысяч участников, половина из которых – гости из-за рубежа. Хотелось бы обменяться опытом с коллегами из других стран. Я в данном случае представляю направление науки и образования, являюсь учителем. И, наверное, самое главное – ответить на вопрос, почему молодежь разных стран должна общаться. Оно лично для меня, потому что мы двигатель прогресса и создаем лучшее будущее для дальнейших поколений. Во Владимире прошли традиционные спортивные соревнования «Добросельская лыжня». В спортивном состязании приняли участие ученики школ и воспитанники детских садов Фрунденского района, а также ветераны спорта. Эти соревнования стали уже доброй спортивной традицией. В этом году лыжня проводится в 19-й раз. На будущий год у нее будет юбилей. Приехали 150 участников. Для них организовали полевую кухню с горячим чаем. А победители гонки получили дипломы, кубки и медали. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. Давайте делать новости вместе. Если у вас есть интересная история или нужна помощь, звоните нам в редакцию по телефону 32-62-33. Далее в эфире программа «Здесь и сейчас». Ее ведущая Светлана Игошева уже в студии. Светлана, добрый вечер. Добрый вечер. Какая тема сегодня? Сразу после рекламы поговорим о наркозависимости. Из-за чего она наступает и как проявляется, а также о способах профилактики этого заболевания. Оставайтесь с нами.